Всё будет хорошо. Так себя успокаивает каждый родитель, супруга или ребёнок мужчины, которому в этот раз пришла повестка из военкомата. Не игры, не учения, а настоящая подготовка к тому, чтобы вскоре встать на защиту Родины. Мобилизованные уже прибыли в 623-й межвидовый региональный центр связи. Все только что с гражданки. Парни адаптируются и начинают погружаться в практические занятия. Наш коллега-журналист Даниил Николаев тоже получил повестку. Мы проходим тактическую подготовку, огневую подготовку, медицинско-тактическую подготовку, инженерную подготовку. То есть весь перечень задач и предметов, которые будут необходимы людям, здесь всё предоставляется в полном объёме. Хочу отметить, что инструктора, мы, например, слушаем с открытым ртом, это очень серьёзные боевые офицеры с огромным опытом. Перестраиваться и работать над собой придётся всем. А помогут в этом высокопрофессиональные военные российской армии. В этом уверен аграрий из Новоспасского района Никита Жиляев. Подумать о личном комфорте тоже не помешает. Благо, в Минобороны не забыли о вещах первой необходимости. Первый день нас одели, накормили, расположили по местам, где будем спать. В принципе, мы всем довольны. Большое спасибо полковнику части, хорошее отношение. Неизвестно, сколько по времени бойцы будут обучаться военной науке. Информацию командиры пока не раскрывают. Они и сами сейчас привыкают к новой обстановке. Родителей настроил, супругу настроил на это. В принципе, спокойно к этому отношусь. Как данные, так сказать, то, что если родина позвала, необходимо, соответственно, идти. Родственники переживают, беспокоятся за своих любимых. К счастью, мобильные телефоны разрешены. Правда, без доступа в интернет. Навещать и приводить гостинцы можно, но желательно по выходным после 18.00. Мобилизованные мужчины сейчас звонят мамам, папам, детям, женам. Бытовые условия здесь тоже устроены. Сейчас мы вам покажем. Места размещения – это казармы, палатки и кубрики. В казармах включают котлы. В остальных постройках тоже все продумано. Температура комфортная – 20 градусов по Цельсию. Кубрики и палатки отапливаются. В них есть по две буржуйки. На кроватях лежат матрасы, тёплое одеяло и подушки. Столовая работает. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Леночка, мама, папа, всем привет. Мне всё хорошо. В социальных сетях было много вопросов о судьбе резервистов. Это те граждане, которых зачисляли в запас мобилизации. Они ездили на сборы и получали зарплату. Они выполняют свои обязанности. Эти военные уже проходят обучение и вскоре пополнят ряды подразделений Министерства обороны. Виктория Черкова, Данил Сурков. Улправда ТВ.